Ремонтные работы на поселке Варгашор В настоящее время проводятся мероприятия по заявкам граждан, которые поступают в оперативный штаб или на диспетчерскую службу управляющей компании адресные по регулированию давления, по возможным свитчам, где происходит. Все группировки находятся здесь, у нас аварийно-спасательное формирование для того, чтобы своевременно оказать помощь гражданам, также оказание помощи бригадам, которые проводят свесарям, проводят мероприятия по восстановлению и демонтажу. Кстати сказать, сотрудникам МЧС жители поселка выразили особую благодарность за помощь в работе по ликвидации последствий Варгашорского инцидента. Всем МЧС, спасибо, потому что они нас не покидали ни одной минуты, то есть без конца МЧС приходило, нас контролировало. Даже переехать нам предлагали, но отказывались. Почему? Потому что в данной ситуации квартиру нельзя было оставлять, потому что постоянно надо было следить за батареями, постоянно приходили слесаря. Ну, благодаря МЧС, спасибо им большое, что они пошли на эти уступки, потому что наши ничего не смогли сделать, потому что, конечно, я тоже их понимаю, что это, как его, и ремонтные работы вот эти шли. Ну вот, ну, они радиаторы мне привезли, восстановили все, все очень хорошо, спасибо. С 3-го числа в моем доме не было ни отопления, а, ну, отопления не было. Вот, вода была холодная, горячая не была. Вот, неоднократные, значит, звонки в жилищную компанию. Приходили, уходили, смотрели, не приходили, вот, ни к чему не привели. И, получается, с 7-го числа у меня разорвало батарею, вот, с 7-го числа я начала звонить в МЧС по всем телефонам, и 8-го с утра у меня в доме весь день делали ремонтные работы, и к вечеру, в принципе, наш дом запустили. Вот, благодарю сотрудников, начальство, работников, те, кто связаны с МЧС, которые все-таки нам помогли, конкретно по моему дому, по моей квартире. Как говорится, доброе слово и кошке приятно, но далеко не каждый готов сказать что-то светлое по поводу сложившейся ситуации. Поэтому некоторых благодарных жителей поселка пришлось доставлять камере оператора нашей съемочной группы на автомобиле руководителя администрации. Отопление в моей квартире лично появилось. Спасибо мэру нашему Игору Валерьевичу, нашему генералу МЧС Князеву Александру Александровичу и работнику общественной приемной города Сыктывкара Серегиной. Она тоже очень помогла, посодействовала. Ну, сейчас надеемся, что у нас будет тепло. Я очень всем благодарна, иначе я бы никуда не достучалась. К счастью, теперь уже в обозримом будущем теплоснабжение на Варгашоре будет полностью восстановлено. Однако не все сразу. Это понимает и глава администрации Игорь Гурьев. Так или иначе они есть. Где-то еще свищ, где-то стояк необходимый еще остановился в связи с ремонтами. Где-то люди беспокоятся для ремонта. Остановили, допустим, для ремонта стояка целый подъезд. Сразу звонят, что у нас опять все стало. То есть мы им сообщаем, что идут ремонтные работы, мы в курсе. То есть сейчас идет по квартирный контроль. На сегодня у нас приехало более 20 человек именно со сторонних организаций, именно специалистов, слесарей. Вот в таком режиме это постоянно. До, я говорю еще раз, до ликвидации основных последствий данной аварии. Не хотелось бы омрачать радость победы над стихией отрицательными инцидентами. Но истина, как говорится, дороже. Что мы видим в следующих сюжетах видеосъемки. Да, в 4 часа ночи рвануло, как говорили, и все. Просто, просто вообще. А бригада работала, у вас там поставили? Ну, а работали, что они сделали? Они просто отключили дом и все. Вот никто, ничего, никаких телодвижений. А вот это вот со 2-го числа, вот как вот сделали, побросали, на кухне побросали и все. У нас квартира не прогревается. Нет, ну это отключили, отключили, понятно. Тут вопрос такой, ну что, или мы должны заливать были, но отопление. Я понимаю, что должны были спасти, как говорится. Ну, давайте, сейчас ребята работают, поэтому, конечно, вы имеете в виду, что отрезали стояки, вот в таком виде оставили. Посмотрят, вот посмотрят, уже хорошо, нормально. Посмотрели вам, батареи поставили, и закрыли. Вопрос к переселению занимаемся. Почему, говорит, переселить, и уйдут? Можно что-то сделать? Переселить, переселить. Нет, подожди, вот сейчас течет. Влага закрыта. Влага закрыта. Поэтому сделаем. Вот в воду, вот такой свечи, вон, в потолках все льет. Я сама позвонила, утром, пол дня никого не было. Потом вот человек уже вечером пришел. Дождите, квартиру ваш? Нет, я вообще говорю, что в ЖЭП не дозвониться, потому что там занято, занято, занято. Депутат городского совета Владимир Тищенко, обозрев все положительные и отрицательные моменты общего положения дел, связанные с Варгашорской аварией. Вывел такое резюме. Действительно, ситуация налаживается с помощью оперативной работы МЧС, которая подключилась для ликвидации последствий аварийной ситуации на поселке Варгашор. Но необходимо также отметить, что проблем еще очень много. Мы сами сейчас проходили по квартирам, есть локальные, такие довольно серьезные проблемы. Это следовало ожидать, так как действительно инженерные сети разбалансированы, трубы разморожены, повышенная влажность в домах, также рвутся системы отопления трубы, трубопровода. То есть ситуация, скажем, на мой взгляд, идеальная, но она еще далека. Так что, Варгашорцы, держитесь. Бог, так же, как и все воркутинцы, с вами. Павел Корнев, Вячеслав Ирин, ТВ Гало, Воркута.